Всем привет! Меня зовут Злата. Недавно меня пригласили на телевидение, на программу Новое утло. Интересовались моим каналом и спрашивали моих планов. Вам интересно? Давайте посмотрим вместе. Большим удовольствием встречаем в нашей студии гостей. У нас в гостях самый популярный мини-блогер всего пространства мирового интернет. Это Злата. Злата, доброе утро. Доброе утро. И руководитель канала Дарина Бакатюка. Канал на ютубе называется Бухты Бара. Да, Злате всего 4 года и у нее уже 2 миллиона 623 тысячи и так далее просмотров. Более 36 тысяч подписчиков на канале. Да, и мы сейчас поговорим о канале. В том числе для тех, кто не видел ваш канал, расскажите для кого он и про что он. Которые хотели бы воспитывать ребенка, так скажем, правильно, нацелить его на спорт с ранних лет жизни. Там у нас не только идет развлекательная составляющая, как распаковка игрушек. Злата также перевоплощается в различные образы мультяшных героев, но и проводит обучение английскому. И у нас есть детский стендап. Злата, скажи, пожалуйста, ты же занимаешься видами спорта. Расскажи, куда ты ходишь. Накидно делала игрушку. Качалась. Поперечный шпагат. Поперечный шпагат уже умеешь делать? Да. Я думаю, что можно узнать немало интересного о Злате, если смотреть ее блог. Какова периодичность выхода видеоролика? Ух ты! Порядка двух раз в неделю у нас идет загрузка роликов на канал. Возьмем просмотров это уже достаточно большая цифра. В магазинах узнают, берут автограф и пытаются сделать селфи завод на мероприятие. На мероприятие уже приглашают, также на встречи. В магазинах не узнают, узнают в кафе. В основном в кафе. Ну да, там Wi-Fi, конечно. Да, подходит. Либо кто-то лично хочет познакомиться, либо за спиной такой шепот. Это же бухты-барахты. Бухты-барахты. Злата, скажи, пожалуйста, сложно сниматься? Да. Сложно. А что самое сложное? Стендап. Стендап? Ну стендап вообще сложный жанр, конечно. А что ты рассказывала в стендапе? Шутки. Шутки? Расскажи нам сейчас какую-нибудь шутку. Ну вот видишь, сложный роман. Действительно, Злата нас не обманывает. Сказала самая сложная стендап и подтвердила свои слова. У нас сейчас есть возможность, наверное, даже немножко взглянуть. Мы поверх нашего общения. Вот. Вот это, да? Ух ты. Можно зовут Злата? Всем привет! Меня зовут Злата. И вы на канале Бухты-барахты. И сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня, все последнее попытка звоним папе. И сегодня действительно будет стендап. Вообще у нас со стендапом много общего. Мы вообще во времена появились в России. Дарина, большая команда вообще работает над созданием роликов от канала? Ну, большая, это так условно можно сказать, потому что у нас... Высокая, взрослая. Да. Видеооператор, который является видеомонтажером одновременно. Я занимаюсь организацией встреч, проектов, реализацией их. И иногда мы прибегаем к услугам сценаристов. Ну вот, да. Вот следующий вопрос, который я хотел задать как раз. То, что происходит в кадре, вот насколько это написано, прописано, подготовлено? Или это импровизация Златы? Смотрите, у нас с импровизацией все очень хорошо проходит. Есть, конечно, некая база, некий сюжет, который нам нужно реализовать. Но реализуется это все самой Златой и в том формате, в том аспекте, как она настроена именно в тот день съемок. То есть... Это действительно настоящее настроение человека, которому просто 4 года. Угу. Но сложно все-таки, да, 4 года. У нас со Златой уже поговорили, в садик ходить некогда, потому что постоянно съемки, постоянно надо что-то делать. Как долго вот перед началом, когда оператор нажимает запись, да, запускается запись, вот до этого, сколько идет процесс переговоров, настройки на эфир? Или вы пришли, обсудили, что вы будете делать сегодня и поехали. На самом деле, это все по-разному бывает. В основном у нас это проходит очень легко, ненапряжно. Злата снимается, как будто бы играет. Для нее это что-то новое, это игровой процесс, и она учится чему-то интересному каждый раз. Поэтому к съемкам она относится легко и с большим энтузиазмом. Советы, стендап и анбакинг. Какие планы на перспективу? Вот ближайшие видеоблоги, о чем они будут, выходы? Мы хотим акцентировать наш канал на популяризации спорта среди молодежи, среди младших дошкольников. Да, все, ты вот, собственно, об этом и речь. Показать. Злата сама не смотрит свой канал, потому что с таким интересным оборачивается все время. На таком большом экране. В общем, у нас самые амбициозные, далеко идущие планы, и акценты мы будем делать на спорт. Ну вот мы видим, что Злата сейчас берет интервью чемпионки по плаванию. Да, Арина Опенышева, чемпионка России и Европы. Ну, Злата очень даже так с ней почти уже наравне общается. Я хочу переодеться. Ужали. Злата, скажи, пожалуйста. Ну вот мы переоделись. Очень круто. Обыгноватый тетенька или нет? Кто вперед приплыл? Я. Ты? Ну, конечно, ты. Все логично. Скажи, а у тебя есть время вообще смотреть телевизор самой? Смотришь программу «Новое утро»? У нас тоже есть количество просмотров определенное. Тоже поклонники. Будем дружить и сотрудничать. Подписывайтесь и вы. Это очень полезно и поучительно. Самое главное в первую очередь. У нас в гостях сегодня была Злата. Ей всего 4 года. Она самая, наверное, юная и без популярнейших блогеров. Юнет, Рунета. И с этой минутки, я думаю, что у нее появится еще больше подписчиков. Да, популярность, безусловно, сразу сегодня увеличится. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Мне было так непривычно. Только пока мы разговаривали, в это же время показывали видео. Это видео меня отвлекало. Сразу хотела еще раз посмотреть. Это же видео со мной. Было очень непривычно. Там было столько камер. У меня-то все модно. Это был мой первый опыт. Уступление телевидения. Они такие приветливые. Мы с ними говорили до начала еще и. Они спрашивали про мою жизнь. Им интересно было узнать про мой канал. Вот они были совсем взрослые. Все, мы закончили. Надеюсь, вам понравилось. Если да, напишите в комментарии вопросы. Шаштыком взлати на вопросики. И мы ответим на новые вопросы. И когда будет 4000 лайков, мы сделаем выпуск с вопросами. Ну все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok